Сегодня я постараюсь рассказать вам о тезках Цибека. Несколько десятков лет назад имя Цибек было весьма популярным у монголо-язычных народов, и в том числе у калмыков. Сегодня свидетельствами этого могут служить фамилии Цибеков, Цибиков, Цивгеев и редкие имена Цибек, Цибик. Например, художник и поэт Цибека Дучиев, заслуженный деятель искусств в России Анатолий Цибеков и многие другие. Но что же это за имя? Калмыцкое ли оно? Откуда оно взялось и что означает? Оказывается, это имя взято нами из тибетского языка. Цепак, сокращение от тибетского цепагмет, или которое переводится как невообразимая жизнь, является эквивалентом санскритского имени божества долгой жизни Амитайус. Конечно, именем Амитайус у нас никого не называют, но в санскрите имя Амитайус сокращается до Аюши, а этот сокращенный вариант бытует у нас в качестве имени, чему подтверждением является фамилии Аюшов, Аюшев, Аюшеев, а также имен Аюш и Аюши. Однако есть еще одно имя, происхождение которого ошибочно выводят из слова Аю-медведь. Это имя Аюка. Наверное, оно самое известное из приведенного списка. Дело в том, что в своих письмах легендарный калмыцкий хан подписывается буквами Тодобичик, которые классически должны прочитываться как Аюши. Но русские толмачи, наверное, не знающие калмыцкого алфавита, для санскритских слов прочли его как Аюки, отчего это имя в русских источниках и исказилось. Так как имя Аюши, Аюш, Аюка являются санскритскими эквивалентами тибетского цепак, или цепагме, соответственно, люди, их носящие, тезки тех, кто носит имя цебек. Вот такая интересная история имен-синонимов есть в нашем языке. Знаю, что есть люди, которые захотят оспорить происхождение имени Аюка. Отвечу сразу с незнающими Тодобичик и не читавшими оригиналы писем Аюки Хана. Спорить вообще не буду. Субтитры создавал DimaTorzok